Ровенская православная церковь Благодаря этому адресную, не только, помощь получают те, кто в ней сегодня нуждается особо. Люди откликаются. В одних приходах собирают больше, в других меньше, но люди собирают. И собирая все средства вместе, мы имеем возможность помочь таким детям. Жаль, что пока наши силы не настолько велики, насколько есть потребность в помощи в нашем обществе. Но мы живем надеждой, что улучшится наша жизнь, и церковная, и государственная, и мы будем совершать добрые дела и в дальнейшем. Но мы живем надеждой, что улучшится какое-то жизнь в нас, и в церковное жизнь, и в государственное жизнь, и будем делать какие-то добрые дела и в дальнейшем. Максим Гаврилюк – семиклассник. Страшная болезнь вернулась к нему второй раз в конце прошлого года. Болеет он с восьмилетнего возраста. Недавно перенес шесть сложнейшей химиотерапии. Ни один раз был в реанимации, где спасали его буквально с того света. Сейчас Максиму необходима пересадка костного мозга. В Украине таких операций не проводят. А за границей это стоит столько, что родителям подростка такую сумму самостоятельно не собрать. У нас времени мало. В течение двух-трех месяцев происходит поиск донора для пересадки костного мозга. Сейчас мы ищем деньги на эту операцию. Сумма – 111 770 евро. Я обращаюсь ко всем неравнодушным. Очень прошу, слезно прошу, помогите собрать деньги для моего единственного сына. Я очень хочу, чтобы он жил. Часть денег, собранных во время акции, митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей адресно передал именно Гаврилюкам. Владыка говорит, что хотя этого и недостаточно, но общими усилиями можно помочь беде. Сегодня мы передаем деньги для мальчика Максима, который давно болеет. Это рецидив. Болезнь у него возобновилась. Для операции необходима крупная сумма, а родители не имеют таких возможностей. В целом, в Ровенском детском онкологическом отделении, как рассказывает заведующая Любовь Краковян, на лечении находится 28 детей. Из них пятеро проходят интенсивную химиотерапию. Десять детей заканчивают сложнейшее лечение. Есть проблемы. Недостаток медикаментов. Основные химиопрепараты у нас есть. Но препаратов, которые сопровождают лечение и которые необходимы после лечения, этих лекарств у нас, к сожалению, нет. Они в основном приобретаются родителями. Они сейчас в основном идут за рахунок батьков. Необходимые лекарства по списку, предоставленному врачами, привез протеерей Василий Начев, который в детской онкогематологии бывает каждую неделю вместе с волонтерами, молодыми парнями и девушками. В свое время возникло желание помогать таким деткам. И тогда мы начали приходить сюда в больницу, служить молебны. Когда видишь подростка, который совсем потерял волосы, на это очень тяжело смотреть. Но когда осознаешь, насколько этим детям тяжелее, чем нам, возникает желание им помогать. Волонтеров, которые приходят со мной, молодых ребят, я сначала готовил, беседовал с ними, рассказывал. Были и такие, которые не смогли себя пересилить и сюда не приходят просто потому, что это очень тяжело. Необходимо пройти психологический барьер. Мой знакомый уже давно посещал больницу и предложил мне поехать вместе с ним. Я согласилась с удовольствием. Я часто видела больных детей у мамы на работе, и потому я уже была подготовлена. Конечно, переживаешь за них, потому что это очень больные дети. И на душе очень тяжело. Им и их родителям нужна вера в то, что они выздоровеют. Им нужна и наша молитвенная поддержка. 2016 год в Ровенской епархии Украинской Православной Церкви объявлен годом онкобольного ребенка. Потому духовенство надеется, что средства от неравнодушных верующих будут поступать еще. И тогда помочь в горе смогут не только кому-то одному, но и всем детям, которые нуждаются в срочном, дорогостоящем и сложнейшем лечении. Редактор субтитров А.Семкин